В прошлых поколениях Рено не особенно заморачивалось, просто навешивая свои эмблемы на дачу Логан. Однако теперь французы размахнулись. Третий Логан для рынка Турции радикально отличается от европейской версии. Впрочем, это даже не Логан. Машину назвали Толиант и правильно сделали, ведь от исходной дачи и седан отличаются буквально всем. Даже крылья, капот и двери здесь имеют другую форму, не говоря уже про оформление передка и кормы. А вот интерьер турецкой модели отличается от европейской лишь малозаметными нюансами. Та же история и с гаммой моторов, что состоит из двухлитровых двигателей, атмосферного и турбированного. Для последнего можно заказать пропановую версию. Добавим, что новые Толиант и Логан построены на модульной платформе CMF-B из ассортимента альянса Рено-Ниссан. Архитектура шасси принципиально осталась прежней, но электрика и электроника сделались в совершении. Так вместо гидравлического усилителя руля появился электрический. Привод ручника обзавелся электроприводом, а в список ассистентов вошла система контроля слепых зон. Рулевая колонка теперь регулируется и по вылету, и по углу. Главная же интрига, какой Логан будет по итогу предложен нам, россиянам, в турецком или европейском исполнении. Но исчезнет интрига не скоро. Автоваз наладит сборку новинки не раньше, чем через год-два. Российский офис компании Subaru пообещал до конца года привезти рестайлинговый кроссовер Subaru Forester. Правда, обновленная версия пока не представлена. Поэтому мы вынуждены показывать машину образца 2018 года. Зато уже летом наши дилеры начнут получать кросс-универсалы Subaru Outback нового поколения. За океаном модель дебютировала еще два года назад, но для нас заготовлены экземпляры японской сборки. Им полагается модернизированный атмосферник объемом 2,5 литра, клиноцепной вариатор и полный привод. Обновленный седан или, если угодно, четырехдверное купе Mercedes CLS теперь доступен для заказа. Сам рестайлинг принес модели новые бамперы, другой руль и подкорректированный набор отделочных материалов. Гражданская версия будет всего одна – CLS 350D с рядной дизельной шестеркой и постоянным полным приводом. А любителям чего погорячее заготовлен быстрый и яркий CLS 53 FOMATIC+. Других вариаций больше не заготовлено. Субтитры создавал DimaTorzok